Это просто, чтобы совершить эту работу, просьбы возвращения Творца. Написано, даже если вы сделаете небольшую работу с острее иглы, вы освободитесь от Ситры Ахра. А нуждаемся ли вы вообще в Ситре Ахра? Мы нуждаемся, конечно. Мы должны превратить Ситру Ахру, ангела смерти, превратить его в святого ангела. И постепенно Творец создал его на 100% в силе. И дал нам только одну искру, чтобы мы могли с помощью объединения с Творцом, с помощью искры в нас бороться с Ситрой Ахрой. Если мы эту искру, которую мы все-таки пробуждаемся, соединяемся с целью Творения, с Творцом через десятку, как-то, если мы хотим взять оттуда силу, чтобы бороться с Ситрой Ахрой, в том, что мы просим у Творца, из глубин воззвал я к тебе, Творец, то мы побеждаем. Правильно устроим нашу связь с Творцом и побеждаем Ситру Ахру. Окей, это я понимаю то, чего я не понимаю. Почему написано в статье, что поэтому будет освобождён от Ситра Ахра, который не приблизится к нему никогда? Но если не приблизится никогда, ведь мы нуждаемся в Ситре Ахра. Нет, мы не должны привлекать Ситру Ахру. Мы не должны пробуждать её специально. Это пока что не наша работа. Потом, когда у нас будет сила отдачи, мы сможем контролируемым образом пробуждать силу получения и сочетать, присоединять под силой отдачи. Это называется, что Творец ставит наших врагов под нами, ниже нас. Но пока что у нас нет таких сил, чтобы мы могли по-настоящему бороться с Ситра Ахра воевать. А мы должны только очищаться, очищаться, очищаться от неё тем, что просим у Творца, чтобы он сделал это. И так мы приходим постепенно к отдающим килим, к отдающим килим. А потом мы уже придём после отдающих килим к работе с килимом получения радиоотдачи. Это всё ступенью. Это всё ступенью.